Я разбогател благодаря COVID-19. Отвечу на вопросы. Я должен хранить информацию о своей компании, неопределенной для анонимности. Но я работаю в компании, стоимость которой внезапно резко выросла из-за пандемии. И нас только что приобрели. Моя доля в компании стоит чуть больше полутора миллионов долларов. Это была моя первая работа. И мне, 27-летнему парню, это кажется каким-то безумием. Я не могу перестать пялиться на шестизначную сумму на моем банковском счете. Но я не могу радоваться этому или праздновать это, потому что на фоне мир умирает. Столько смешанных эмоций. Очевидно, что это не настоящая проблема. Но все же интересная ситуация, в которой я оказался. Поздравляю, что вы всегда хотели купить, но не могли, а теперь можете. Я фотограф-любитель. Я собираюсь потратить 5000 долларов на новую камеру и объектив, чего я никогда раньше не делал. Я всегда ждал и сидел на сайтах по продаже камер подешевле, чтобы совершить лучшую возможную сделку. И чувствую себя прекрасно, просто выбирая между самыми дорогими вариантами. Я знаю, что сейчас плохие времена, но я беременна твоим ребенком. Тебе не обязательно быть частью его жизни. Только если ты поддержишь меня, мы сможем разработать план по выплате алиментов прямо сегодня вечером. Ой, ты тоже? Повезло же! Какой бухгалтер собирается помогать вам управлять вновь обретенным богатством? Вам действительно стоит присмотреть себе помощника. Благодарю. Прямо сейчас я просто положил всю сумму в онлайн сберегательный счет с процентной ставкой полтора процента. И не буду предпринимать никаких немедленных действий. Некоторое время наша компания оплатила бухгалтерам, что очень помогло. Я компетентный взрослый человек с существующими сбережениями. 41 тысяча долларов и уже имеющимся бюджетом. Так что, к счастью, это просто ускоряет существующие планы, а не кардинально меняет то, как я должен жить своей жизнью. У меня уже есть привычки. Я, вероятно, поговорю об этом более подробно с генеральным директором, поскольку я уверен, что существуют некоторые стратегии, например, компенсация убытков от моих инвестиционных вложений, которые можно использовать для минимизации моего налогового времени. Вы, ребята, нанимаете себе персонал? Да, очевидно, я не могу назвать компанию, но посмотрите на любую техническую компанию, которая облегчает людям удаленную жизнь. Angel So лучший сайт для поиска работы, как это. У тебя есть домашние животные? Нет, в моей квартире не допускается размещение с домашними животными крупнее золотой рыбки. Мы с хозяином квартиры договорились на отличную арендную плату, поэтому я не могу жаловаться. Но со временем я, конечно, хотел бы завести собаку. Хорошо, но почему вы положили стоимость акций на свой банковский счет? Внезапный рост совпал с событием ликвидности, которое позволило мне обналичить практически все мои акции в гораздо более короткие сроки, чем ожидалось. Не вопрос, просто небольшой совет. Не надо показывать свое новое богатство перед друзьями. Если они начнут завидовать, это может испортить ваши отношения. Вы можете внезапно обнаружить, что друзья и родственники гораздо больше заинтересованы в разговоре с вами, и, возможно, один из них попытается потребовать у вас огромную сумму из-за того, что произошло между вами еще давным-давно. Делайте разумные вложения, чтобы защитить свое состояние, и найдите хорошего юриста и бухгалтера, которые защитят вас. Поздравляю с новообретенным богатством. Надеюсь, вам удастся сохранить его и сделать с ним что-нибудь хорошее. Большое спасибо за совет. Я очень ценю это. Я действительно часто видел похожие советы в ветках по вопросам личных финансов и финансовой независимости. А полмиллиона это ценно, верно? Не поймите меня неправильно, это все равно хорошая сумма и все такое. Посмотрите выше. Случились счастливые обстоятельства, как повышение стоимости, так и ликвидности. Могу ли я занять 100 долларов? В данный момент я разорен. Знаешь что? Да, конечно. Я пришлю тебе 100 долларов. Не возвращай мне деньги. Без шуток. Эта учетная запись скоро будет удалена. И я не буду проверять в ней личные сообщения. Поэтому, пожалуйста, никто больше не пишите мне свою грустную историю. Я просто сделаю это один раз. Чувак, просто оставь ответ с указанием того, каким способом я могу прислать тебе деньги. Желательно анонимно, а не таким способом, который требует тонны работы. Я все еще ленивый парень. Лол. Молодец. Думаю, что это все досталось вам за упорный труд. Ваше богатство может появиться не в то время, когда вы чувствуете, что это уместно праздновать. Но помните, что несмотря на текущие обстоятельства, вы заслуживаете того, чтобы радоваться и делиться своей радостью. Если у вас были какие-то проблемы с едой, работой или жилищем сейчас, теперь же это снято с ваших плеч. Пришло время осознать, где вы находитесь. Я видел ответ, в котором вы упомянули, что вы будете покупать фотоаппарат. Наслаждайтесь своей творческой свободой с оборудованием, которого вы заслуживаете. Дайте пять. Вы этого заслужили. Хочу также добавить свой вопрос. Есть ли у вас еще какие-нибудь творческие хобби? Спасибо, это действительно добрые слова. Я думаю, что в течение нескольких месяцев я, вероятно, пойму, что некоторые экзистенциальные вещи, о которых я так привык думать, такие как Что, если я потеряю работу? Что, если я попаду в аварию? Что, если мои родители пережили трагедию и нуждаются в моей поддержке? Это то, что я реально контролирую или на что могу повлиять. Это заставляет меня осознать чувство экзистенциального страха и внутренней неуверенности, с которыми живет человек без финансовой подушки безопасности. Я уверен, что через достаточно долгое время это чувство вернется. Люди хорошо привыкают к своим обстоятельствам. Молодец, чувак. На мой взгляд, пока твоя компания не ухудшает положение других людей, ты не должен чувствовать себя плохо из-за своего богатства. Да, честно говоря, это компания, которая делает эту ситуацию намного лучше и проще для других людей и предприятий. Поэтому я не чувствую вины как таковой. Просто это больше похоже странное чувство отстраненности. Это как будто я тот человек, который купил билеты на какой-то качественный лайнер до того, как затонул Титаник. Приятно получать прибыль, но черт возьми, причина этому просто отстой. Это удачный поворот в столь плохой мировой сфере. Вы думали о покупке дома или чего-то подобного? Я предполагаю, что вы еще не купили его, учитывая первую работу и возраст. Я определенно не был на рынке домовладельцев в 27 лет и все еще не являюсь таковым. Лол. Я живу в Нью-Йорке и хочу остаться здесь, так как мне очень нравится здесь жить. Этой суммы средств все равно недостаточно, чтобы купить много недвижимости в Нью-Йорке. Поэтому я, скорее всего, просто вложу их куда-то. Из-за этой пандемии в моей жизни произошло много всего ужасного. Я лишился своей работы и так завидую тебе. Меня буквально выкинули с моей должности, просто сказав, собирай вещи и уходи, ты нам больше не нужен. Я был просто разбит. У меня не было никакой возможности найти себе новую работу и до сих пор ее нет. Я чувствую себя никчемным. Это моя карма, наверное. В последнее время я просто грущу и ем пиццу. Какие у тебя любимые пиццы и как ты относишься к пицце с ананасами? Привет, чувак. Мне так жаль, что с тобой из-за пандемии случилось такое плохое дерьмо. Надеюсь, тебе удалось получить дополнительные деньги от пособия по обезработице от правительства. Ведь это было ключевым моментом для моей подруги, у которой была такая же ситуация. Я думаю, что эта пандемия будет кнопкой паузы в жизни и карьере многих людей. Ты не никчемен, только потому, что с тобой так обошлись на работе. Точно так же, как и я нехороший человек. Потому что ко мне пришла неожиданная удача. Горевать о своих потерях это нормально. Тебе не нужно грустить из-за того, что ты жалуешься на реальные негативные вещи, происходящие в твоей жизни только потому, что другие люди избавляются от рабочих мест. Тебе нужно было бы чувствовать себя плохо, если бы тебе было все равно, что, например, умирают другие люди, но тебе не нужно притворяться, что все в порядке. Только потому, что это не твой личный наихудший сценарий. Это удача, а не карма. Возьмите пример с хиппи, который родился и вырос язычником. Кармы не существуют. Конечно, есть некоторые заслуги в том, чтобы пожать то, что посеешь. Но вселенная слишком случайна и несправедлива для кармы. Множество вещей происходит случайно. Кроме того, я думаю, что ананас на пицце – это изобретение сатаны. Но недавно я пошел в пиццерию в Нью-Йорке перед карантином, которая называется «Соус Пицца». И у них в меню была невероятная пицца под названием «Аль Пастер» с медленно приготовленной свининой, маринованным луком, перцем халапеньо и немного ананаса, смешанной с соусом. Она была вкусной и выглядела просто прекрасно. Счастливый малый. Мне тоже 27, и я еле-еле живу от зарплаты до зарплаты. Я очень важен на своей должности, так что мне еще нужно работать. Поэтому ситуация с вирусом для меня особо не изменилась. Я серьезно нуждаюсь в отпуске. Моя работа в последнее время была для меня очень напряженной. И я планировал поехать в Грецию, страна, в которую я поехал в первый раз, когда отправлялся за границу, с моей девушкой 30 апреля. Но да, этого не произошло. В то же время я ненавижу то, что мне все еще нужно работать, но я рад, потому что безработица, по сравнению с этим, была бы ужасным шагом назад. И я уверен, что то немногое, что я смог сэкономить, будет очень быстро сокращаться. Горе мне. Лол, но серьезно, ты молодец, чувак. Как ты планируешь инвестировать? Деньги порождают деньги. И как кто-то до меня сказал, ты молод, и у тебя есть много времени, чтобы вырасти. Мне жаль слышать, что вам сейчас непросто. Не уверен, что вы именно делаете, как важный сотрудник, но спасибо за это. Горько несправедливо, что планы, подобные вашему, отменяются. Надеюсь, вы смогли окупить часть того, что на это потратили. Моя главная цель для инвестиций – это диверсификация. И поскольку сейчас ситуация настолько нестабильна, мне придется распределять свои инвестиции с течением времени. На самом деле, это не вопрос, а скорее предложение. Вы находитесь на развилке своей жизни, и теперь рискуете упустить, возможно, самую большую возможность, которую жизнь когда-либо вам предоставляла. Большинству людей, которым внезапно подфартило неожиданно удачно, удается довольно быстро растратить все попусту. Не считайте себя богатым, и ничего не меняйте в своей жизни. Не покупайте эту камеру, и не слушайте, когда люди спрашивают, что вы собираетесь купить сейчас, когда вы богаты. Откладывайте на камеру ровно столько, сколько нужно. Так же, как и до этого события. Если вы обналичите деньги, приготовьтесь к очень толстому налоговому счету. Не забывайте, вы легко можете потратить свои полмиллиона, не осознавая этого. Я не пытаюсь унизить вас, и не предлагаю вам не праздновать победу, но также имейте в виду, что 500 тысяч – это не на самом деле богатство. Этого достаточно, чтобы помочь вам стать богатым, если вы не упустите свою возможность. Спасибо за дельный совет. На самом деле вы правы, потому что многие могут просто порадоваться такой удачей, и спустить все деньги зря, а осознать, что они сделали, намного позже. Я предпочту купить фотоаппарат, как и хотел, потому что хочу исполнить свое давнее желание. Я не собираюсь тратить все и сразу, и постараюсь сохранять трезвую голову. Поздравляю! Поясните, пожалуйста, что вы имеете в виду, говоря о том, что странно себя чувствуете насчет всего, что происходит. Ваше богатство мне определенно кажется вполне заслуженным. Любая компания, которая делает жизнь проще в наше время, получает от меня похвалу. После того, как все будет завершено, вы вернете сюда, чтобы рассказать, какая это была компания. Или у вас все еще могут быть проблемы. Мне так любопытно сейчас. У меня нет планов входить в эту учетную запись после сегодняшнего вечера. Я использовал одноразовую электронную почту, поэтому не думайте, что я смогу даже сбросить пароль, если я его забуду. Поверьте мне, когда я говорю, что компания не такая уж интересная, вы бы просто разочаровались.